Губернатор Дмитрий Азаров работает в Ростовской области. Там он провел встречу с бойцами из 63-го региона, а также организовал телемост, во время которого военнослужащие смогли пообщаться со своими родными и близкими. Губернатор подчеркнул, после того, что случилось в Макеевке, родственники очень переживали, и такое общение для них важно. Хочу еще раз поприветствовать всех родных, близких, которые собрались сегодня в Самаре, и у которых сегодня будет возможность поговорить с бойцами. Я побывал в городке военном, мы посмотрели условия размещения военнослужащих, но думаю, лучше всего, наверное, это услышать от самих военнослужащих, от наших земляков, и пообщаться с матерями, с женами, которые собрались в Самаре. Организованный по инициативе главы региона телемост объединил военнослужащих и их родственников из Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска и рядом муниципальных районов губернии. Родственники подчеркнули, что для них это возможность увидеть родные лица, узнать у самих военнослужащих, все ли у них хорошо, и укрепить в бойцах уверенность в том, что их поддерживают и ждут возвращения домой их семьи, друзья и все жители региона. Хорошо, что у нас есть такая возможность не только тебя услышать, но и увидеть. Я знаю, что у вас там все хорошо и что ты воспитан так, как мужчина настоящий. Дорогие ребята, вся самарская земля за вас очень переживает. Спасибо, что мы сейчас вас видим. Мы вас очень верим, очень вас любим. Вы нам все очень родные. Мой золотой, ты мне обещал, ты должен все обещания выполнить. С победой вернуться домой со всеми своими ребятами. Ребятки, работайте, все будет отлично. Мы вас ждем. Мы ваш очень серьезный и сильный тыл. Как ты там? Все нормально? Все. Слава Богу. Я тобой коржусь, мой золотой. И ждем тебя с возвращения, с победой. У одного из бойцов на днях родился долгожданный ребенок. Сыночки, я тебя поздравляю с рождением дочери. Родные попросили командования по возможности отпустить бойца на побывку домой, повидать маму с малышом. Разговор длился более часа. Родные и близкие смогли убедиться, что их сыновья и мужья достойно несут службу, успешно справляются со всеми боевыми задачами. В конце встречи губернатор Дмитрий Азаров пообещал, что такие телемосты будут проходить на регулярной основе. Он подчеркнул, что помощь семьям военнослужащих по любым вопросам будет оказываться непрерывно. А также пообещал позаботиться обо всех подразделениях, в которых сегодня служат самарские защитники Отечества. Парни, которым пришлось очень непросто, все мы знаем об этом. Тем не менее, ведут себя очень мужественно, стойко переносит светами этой военной службы. И, конечно, я горжусь всем, что такие защитники Отечества рождаются в самарской земле. После завершения телемоста губернатор провел личный прием бойцов. Все обращения и вопросы взяты на особый контроль. Сейчас губернатор Дмитрий Азаров продолжает работать в Ростовской области, а также на территории новых регионов страны. Он проверил условия пребывания военнослужащих в расположении и встретился с ранеными в госпитале. Губернатор сообщил, двоих бойцов, которые до сих пор проходят лечение в Ростове-на-Дону, уже сегодня направят в Москву в специализированный госпиталь. Кроме того, Дмитрий Азаров доставил землякам дополнительные обмундирования и спецсредства. Виктория Шаре, События.